Система. Включайтесь. Это называется социальная сила. Если человек всех любит, Бог ему дает верных друзей. Верные друзья все помогают. Я куда бы ни поехал, у меня везде есть верные друзья. Они позаботятся там, и накормят, и спать уложат, и баню отвезут. Все тебе, что тебе нужно, все сделаем. Это любовь к Богу, она через верных друзей. Он дает таких людей тебе в жизни, которые тебе везде будут помогать. Начинай делать что-то для людей. Оторвись от своего желания. Допустим, ты хочешь быть популярным, оторвись от этого желания, оторвись. Нужно включиться в служение. Нужно сделать так, чтобы твое сердце лежало к желанию, желанию любить людей. Включись в это. И все, и ты уже успешен. Вот это желание, это главное выработать. Если ты хочешь кому-то счастье подарить мужчине, чтобы он был хорошим, чтобы хорошо ему жить было. Не тебе, чтобы хорошо было с мужчиной, а чтобы ему было хорошо. Тогда все, больше ничего не нужно. Богу-богу мужиков заболись, просто ему их всех жалко. Он как бы боится давать. Он сомневается. Но если ты хочешь для него что-то сделать, для человека, то Бог сразу как бы отдает, без проблем. Надо настроиться правильно на жизнь. У человека есть три составляющие психического тела. Первую составляющую я вам много объяснял. И она называется МАНОС. Это тонкое тело ума. Или ОСТОВ психический нашей жизни. ОСТОВ. Этот ОСТОВ отвечает за все функции. В нем движется психическая энергия двух видов. Есть НАДИ. Это основные каналы психические. Три основных канала. Сушумна, Пингала и Ида. Три основных НАДИ. Психических каналов. А там есть еще много вспомогательных. Есть ШРОТОСы. Такие каналы психические. Основные психические каналы. Они отвечают за взаимодействие с этим миром. За получение энергии. За распределение. А ШРОТОСы это каналы, которые обволакивают каждый орган. Каждый сосуд. Ну то есть они поставляют энергию в ткани. В организм. Все это функционирует как пяти матрешках. Таких пяти психических слоях. В каждой слой имеется три энергии действуют. Три энергии, к которой мы стремимся в жизни. Стремимся к любви. Все хотят любить. К вечности. Мы все хотят жить. И к знанию. Все эти энергии функционируют у нас. Если движение нарушается. Может нарушаться движение этих энергий. В организме. Есть на это причина. Серьезная причина. И причина находится не в самом МАНОСе. В этом психическом теле. А в определенной настройке. И эта настройка. Это самое главное вообще в нашей жизни. Она называется эго. Фактически это такая психическая пленка. Которая окружает судьбу. И она может быть настроена на желание жить для себя. А это желание поддерживается всем этим миром. Нам надо дышать. Мы не можем не дышать. Это если ты как решишь о полном бескорыстии. Означает не дышать. Типа зачем я буду использовать воздух. Который нужен другим. Понимаете. То есть мы даже так не думаем. Мы берем и дышим себе. Мы разок с женой лежали. Вот так нос к носу. Я говорю. Ты мне забираешь воздух. Она говорит. Это ты у меня забираешь. Включилась эго. Ну то есть эго направлено на самосохранение. Постоянно у нас работает. Мы если чувствуем себя плохо. На лекцию уже не пойду. Мне что-то плохо. Вот. Нам надо кушать, дышать. Где-то жить. Это заставляет работать много. У нас много сил на самосохранение тратится. Но если человек не понимает. Что это ему не поможет в полной степени. Это поможет временно. А цель жизни все равно не будет удовлетворена. Потому что эго надо трансформировать. Если ты его не трансформируешь. Ты только пытаешься помочь себе в жизни. Это называется ложная направленность жизни. Ложное эго. И это сформирует блоки. Блоки возникают от чего? От того, что ты сильно думаешь о себе. О себе надо думать. Ровно настолько, чтобы быть здоровым. Чтобы жить. Остальное надо время тратить на то, чтобы переформировать свое эго. Потому что истинное эго. Настоящее, бескорыстное. Предназначено для жизни сначала на более высоких планетах. А потом вообще в духовном мире. Вообще, если говорить о жизни, то все зависит от эго. Вот, например, есть три основных формы вообще существования в этом мире. Живых существ. Первая форма, это называется сон без сновидений. Или существование, в котором душа себя даже не помнит. Не осознает. Это в теле дерева. Деревья, цветочков, растений. Душа себя вообще не осознает. Почему? Потому что эго настолько густое желание жить для себя, что оно так сильно покрывает существование, что человек ничего не помнит. Не человека, а душа иметься в виду. Вторая форма существования, это животные мира. И там тоже есть разные градации, в зависимости от того, насколько бескорыстие проснулось. Насколько истинное эго проснулось в твоем сознании. И это называется сон со сновидениями. Все животные, они как будто в активном сне находятся. Они как во сне чувствуют все. Но даже люди живут как во сне. Человеческая форма жизни называется пробуждающее сознание. Это не сознание бодрое какое-то, чистое, светлое. Это пробуждающее. Вот вспомните, допустим, свое детство. Все, что бы вы не вспомнили в прошлом, будет как во сне. Но если вы хотя бы в жизни когда-нибудь пробовали, допустим, находиться в очень интенсивной духовной практике, то вы вспомните это почти как наяву. А если вы были в духовном трансе, то это будет явное воспоминание, ощущение наяву вот такое, яркое. Поэтому вся наша жизнь это сон. Мы как во сне живем. Не то, что мы во сне живем, мы не в иллюзии находимся, как там матрица всякая. Мы не в иллюзии, мы находимся в реальности. Но эта реальность, она спутанная. Не нет глубины. И для того, чтобы реальность стала сильнее, нужно учиться бескорыстию. В этом истинная цель человеческой жизни. И это подтверждается также состоянием здоровья. Бескорыстие не рождает блоки. Блоки рождают корысть. Вот если человек неправильный образ жизни ведет, он не формирует бескорыстие. У него формируются блоки в психическом теле, которые создают хронические заболевания. Потом и нарушают судьбу. Ну, можно практически, я могу это доказывать, на каждом шаге жизни. Вот, допустим, девушка сильно хочет замуж. Это бескорыстие или корысть? Корысть. Она мечтает, сидит. Она что-то кому-то делает? Нет. Что делать? Надо в молитве успокоиться и начать служить другим. Надо свое желание трансформировать. Само желание любви – это хорошее желание. В нем нет проблемы. Женщина должна быть замужем. Это хорошо, что она замуж. Но как она может попасть туда, когда она отказывается от мысли о себе? И начинает настраиваться на благо других. Вот зачем мне замуж? Чтобы были дети. Это для них все. Чтобы принести счастье человеку, с которым ты живешь. Если хотя бы уже Богу это обещать, он понимает, что это просто обещание. Но все равно он уже рассматривает вашу кандидатуру на грин-карт на замужество. То же самое как бы и здесь, в этой стране. Если вы нужны, то даже страна сама вас рассматривает как спешил торсен, который может много сделать для страны. Они там сразу автоматически грин-карт дают. Вот мне сказали, когда я приехал в Лос-Анджелес, мне сказали, Оригиначо, мы вам можем грин-карт сделать в 5 секунд. Мы можем доказать легко, что вы обладаете особыми способностями оздоровить нацию. Принести счастье. Виза делается определенная, по которой сразу приезжаешь, тут же грин-карт. Я говорю, вы что меня проклинаете, что ли? Я должен ездить по всему миру, вы хотите, чтобы я полгода в Америке сидел? Да, Олег Геннадьевич, да, полгода в Америке. Но нет, не получится. Бог не дал землю, как мой грин-карт. Я могу сейчас по всей земле ездить. Он хочет, чтобы я везде лекции читал. Поэтому у каждого человека свои задачи. У вас задача здесь, допустим, остаться. Станьте такими людьми, которые здесь нужны. И это решится вопрос в секунду, поверьте мне. В секунду решится. Все легко решится, раньше, чем вы думаете даже. Настройтесь на общее благо. То есть цель человеческой жизни – трансформация эго. Удача. Удача, говорю, у меня удача в жизни. Это трансформация эго. Для того, чтобы его трансформировать, для этого нужно инструменты определенные. Узнать инструменты, какие у нас есть. У нас есть еще три вообще составляющие психического тела. Первое – это остров психического тела. Вот в этом острове, в центре, здесь находится шарик такой психический. Там внутри находится душа. Этот шарик, оболочки этого шарика, это есть. Там находится глубинная память обо всех наших прошлых жизнях. Из оболочек этого шарика выходят узелки судьбы. Этот шарик весь из узелков состоит. Наших поступков. Вот мы делали какой-то поступок один, два, три. Они вместе складываются, получается узелок такой. Или песчинка судьбы. Карма-васана на санкрытии это называется. Песчинка судьбы. И все планеты вокруг пространства имеют психическую энергию. Когда она меняется, меняется энергия. Энергия изменилась, она действует на эти все узелки. И какие-то из них возбуждаются, они похожи на это пространство. И идут внутрь вот этого шарика. А там внутри шарика находится жидкость такая. Эта жидкость имеет психическую природу. Это энергия счастья. И она засоряется. Если ты плохие дела делал, эгоистично жил, тогда судьба очерняется. И влияние на других людей начинает тоже плохое. Снаружи часть этого шарика, снаружи этот шарик. Это наши мысли, чувства, желания. Мы себя сознаем. Потом дальше идет средняя часть шарика. Это здоровье. Там не бессознательный. Человек не знает, как у него всасывается, что внутри. Он поел, почувствовал эмоции, как пища, что она хорошая, ему понравилась. Потом дальше ничего не знает, что там происходит. А потом оп. Надо быстрее сбегать, а то неудобно будет на лекции сидеть. Может запах пойти там, еще что-то. То есть мы чувствуем, когда пища выходит и когда заходит. А что внутри, мы не чувствуем. Это подсознательная часть. Середина шарика. А самая глубокая часть, это ниточки оттуда идут. Ниточки связывают нас с окружающими людьми. Это самое возле души, самая глубокая часть. Когда кормоваса на узелок судьбы идет вот так внутри, он может пойти только на наши эмоции, на настроение повлиять, может на здоровье повлиять, а может повлиять еще глубже и вообще войти в ниточку, повлиять на другого человека, и он меня бросает, а я не пойму, в чем дело. Ну то есть моя судьба так подействовала, что я даже не узнала бы. Он чувствует мою судьбу, а не я сам ее чувствую. Так может быть. Все считают меня плохим, а я не пойму, почему. Так может судьба подействовать. Очерняет человека. Плохо о нем думают все. Ну то так здесь судьба. Есть это все вот, ну а нас, психическое тело наше. Там действуют энергии, мысли наши, мы думаем там, эмоции, память, все это внутри вот этого каркаса психического. Там наше здоровье находится, болезни. А есть еще разум. Это настройка такая, которая посылает энергию знаний, любви и вечности. Более качественную. Разум суткан из достижения истины. Три центра разума есть. Это как три настройки. А первый находится в области лба. Это не чакры. Это более глубокой энергии. Он предназначен для знания. Второй находится в области сердца. Предназначен для любви. И третий в области паха находится, центр разума. Предназначен для вечности. Знания мы все знаем, здесь рождаются. Ну, с редким исключением. Некоторые думают, что они ниже рождаются. Но в основном у всех здесь. Любовь здесь, да? Или нет? Сердце. Тебе не хочется покоя. Сердце. Как хорошо на свете жить. Сердце. Как хорошо, что ты такое. Спасибо сердцу, что ты умеешь так любить. Сердце, да, любит? Некоторые думают, что другое место любит. Но, как бы... На картине этого художника нарисованы калибри. Но русские ученые считают, что это дикие утки. Помните, это нашел? Емореско. Любовь находится в сердце. Но некоторые ученые считают, что любовь находится ниже сердца. Фрейд, например... Есть разное мнение по этому фото. Но нормальные все люди считают, что любовь в сердце находится. Так, центр разума связан с любовью в сердце. В паху находится бесстрашие и страх. Например, когда страшно, вот так, в животе, да, что-то происходит, не знаете об этом? Есть даже окопная болезнь. Это солдаты рассказывают, что танк едет, сразу рулёт, что-то в животе. И потом кровь по ногам так и хлыщет сразу и оттяжелеет штаны. Неожиданно все так происходит. Вроде не стреляли еще. А уже кровь по ногам как бы течет. Горячая. И штаны так раз. Это из паха все идет. Страх. Вот здесь находится. Страх означает опасность. Чувство, что вечность прекращается. Страх вот здесь находится в паху. Любовь здесь, а знание здесь. Три центра разума. Решимость, вера, самоконтроль. Это функции разума. Верность, чистота, знание. Способность различать плохое от хорошего. Совестливость. Это функции разума. Целеустремленность. Функция разума. Способность преодолевать вредные привычки. Заставлять себя. Это функция разума. Сон. Это тоже функция разума. Разум иногда отдыхает. Когда человек спит, он себя не контролирует. Лен Грузин продает рыбу. Живая рыба, живая рыба. И подходит человек, говорит, да что она не двигается? Спит. Нюхает, говорит, да что она так воняет у вас? Ну ты когда спишь, себя контролируешь, что ли? Разум иногда спит. Как себя будить? Вот допустим, человек просыпается, встать не может. Надо повторить несколько раз молитву. Да, включается звук, включается разум. Некоторые говорят, почему молиться надо вслух? Я вот молюсь про себя. Потому что без разума молитва не бессмысленна. Молитва должна включить разум. Называется разумное существование. Надо, чтобы ты стал властелином своей жизни. Чтобы ты решал вопросы, а не судьба. Когда судьба вопросы решает, это пассивное существование. Когда человек сам решает вопросы, это активное существование. Чтобы решать вопрос самому, нужно включить разум. Это происходит через звук. Память включается также через звук. Душа, вот судьба, она звучит. Этот звук сразу привлекает память. Когда судьба сильно звучит, человек вообще не может отвлечься от себя. Вот поднимите руку, у кого сильно сейчас вы думаете о себе постоянно. И ночью, и днем вы думаете о себе. Сильно прям. Сильно судьба действует, значит. Вот признак сильного влияния судьбы на тебя, это когда ты постоянно думаешь о своей жизни, о себе. Когда ты в целом смотришь на природу, на погоду, на людей, а думаешь обо всем вокруг, значит судьба не сильно действует. Это хорошая судьба. Сильная означает приковалать память к себе, думаешь о своей жизни. И когда человек повторяет молитву, он отрывает память, потому что только Бог может оторвать память от себя. Когда память отрывается от себя, это называется бескорыстное состояние. Когда ты думаешь о Боге. Ну, иногда мы бескорыстие такое мнимое впадаем, когда мы влюбляемся. Человек не думает о себе, он думает о любимой. Моя любовь на пятом этаже, почти где луна. Моя любовь, наверное, спит уже спокойного сна. Человек думает о близком, он забыл про себя. Она уже спит, а я все думаю, да? Вот, то есть, память отрывается от себя с помощью любви и силы. Когда танк на тебя едет, ты не будешь думать ни о чем, кроме танка. Потому что он сильный. Он может забрать твою жизнь. Опасность. Человек думает об этом, не может забыть. И разок, меня друг привел, у него серпентарий, там кобры он выращивает. А я все изучал, запахи. Я говорю, а как кристаллы кобры пахнут? Яда кабрина. Он мне показал такую баночку, говорит, вот здесь эта баночка может убить тысячу человек. Там кристаллики такие, кабринного яда. Я говорю, а запах может убить? Он говорит, нет, запаха нет. Без запаха. Я нюхаю баночку. Запаха нет. Но я нюхаю смерть. Холод в меня заходит, такая безысходность, чувство, что осеннее пальто можно не покупать. Вот. Такая обреченность заходит. Я потом спать лег. И ночью я лежу, и передо мной такая раз, кобра вот такая встает, и висит всю ночь, висела передо мной, вот так вот. То есть этот запах пробил мою психику. Настроил меня на смерть. Такая сила запаха. Понимаете? Это все энергии. Сила. Заставила меня думать о кобре всю ночь. Я не мог отвлечься. Я вот думал вот так. Она висела над моими мозгами. Сила. И любовь привлекает память. У Бога тоже есть сила и любовь. Но только Бог может память так оторвать от себя, чтобы это было полностью. Вот когда человек влюбляется в другого человека, то это соединен со мной. Я хочу себе эту девушку, там, планирую как-то. Или парня хочу себе. Это со мной соединено. Это не бескорыстная память. Но когда человек настраивается на Бога, он вообще может забыть про себя полностью. И тогда он побеждает судьбу. Его достоинство разворачивается на бескорыстие полностью может развернуться. Чем сильнее он любит Бога, и тем сильнее он верит в его силу, тем сильнее удача в его жизни увеличивается. Потому что чувство собственного достоинства – это сила, меняющая удачу. Чем больше человек настроен на себя в жизни, а это делает судьба, он постоянно думает о себе, значит, все. Удача закончилась в жизни. Постоянно то, мне надо сё, мне надо то, постоянно беспокойство, проблемы внутри. Ты никому не нужен становишься. Почему? Потому что нужен человек только, когда он думает о другим. Но если человек постоянно думает только о себе, то никому не нужен. Отталкивание идет, отторжение всех людей от этого человека. Но если он, наоборот, всем хочет счастье принести, то тогда он притягивает все внимание. Все хотят быть вместе. Иногда Бог притягивает. Это называется хорошая судьба. Девушка молодая притягивает всех. Взгляд притягивает. Хочешь со мной посмотреть? Меня, когда я был в шестом классе, посадили с девушкой, симпатичной, за одну парту. Я писал по математике задание, но глаза, она почему-то короткую юбку одела. Глаза у меня вот так, как бы. Они сами, я не хотел, они так, туда что-то хотят смотреть там. Чего, непонятно зачем. Они туда лезли, в глаза. Сила. То есть от девушек идет сила, исходит. Они смотрят, ты не можешь, как бы, ничего сделать, оторвать взгляд. Это не девушка так действует, это действует Бог. Он девушке дает силу. Ребенку тоже Бог. Почему все на ребеночке где-то и есть, все радуются ему, потому что от него исходит счастье, любовь. Хочешь его потрогать даже, взять на ручки, он такой хорошенький. Хочешь попу поцеловать. Бабушек никто попу не целует. То же самое ребенок вырастает, уже никто не хочет попу целовать. Жестаренький. Почему? Так действует Бог. Это не сила человека, это сила Бога заставляет так любить ребенка или молодую девушку. Это сила Бога так действует. Господь действует через мудрых людей, через девушек красивых и через маленьких детей. Он действует, привлекает внимание. Бог так действует сам. Вот. Поэтому есть энергии, которые сами заставляют привлечься. Но эти энергии Бога не вырабатывают бескорыстие. Это, конечно, удача, когда ты нашел себе жену или мужа. Также удача, когда у тебя есть ребенок. Когда у тебя есть наставник. Это удача. Но самая большая удача, это когда твое сердце развернулось без корысти. Когда вся атмосфера вокруг, все пространство твоего сознания, оно становится счастливым. Ты настраиваешься на природу. Чтобы увидеть природу, надо отвлечься от себя. Надо ей радоваться. Как вот сделать так, чтобы долго жить? Энергии природы нужны. Энергии природы входят. Ты на по улице идешь, говорю, я каждый день хожу на работу по полчаса. Чуть-то у меня не включается. Потому что ты не видишь природу. Ты идешь, думаешь о себе, значит, не включаешься. А надо желать всем счастья. Надо чувствовать ветерок, солнце. Радоваться всему вокруг. И таким образом насыщаться, наполняться энергией природы. Если ты постоянно занят собой, своей жизнью, тогда удачей не будет в жизни. Нужно переключаться. Поблагодарить воздух, поблагодарить солнце. Благодарить воду. Радоваться всему. Радоваться людям. Бескорыстное настроение. Ты служишь своим настроением людям, Бог тебе дает друга хорошего. Верный друг это уже милость. Допустим, у тебя плохой период в жизни наступил. Ты идешь за помощью, ищешь помощи. А помощь действует через Бога всегда. Можно через наставника найти помощь. Но если друг, ты идешь к нему просто, и тебе станет легче. Он не знает даже, как решить твой вопрос. Ты его спрашиваешь, он говорит, да я не разбираюсь в этом. Но тебе рядом с ним становится легче. Ты посидела немножко и играл, сердце так отпустило. Значит, ты побеждаешь судьбу. Почему легче? Потому что через друга действует Бог. Это Бог специально дает друзей, чтобы через них вам помогать. Верных друзей. Друг, который в бедении просит, лишнего не спросит. Настоящий верный друг. И надо этим пользоваться. Люди идут куда-то, не ходят к верным друзьям. Сходи к другу. Он просто рядом побудет, и тебе станет легче. Так действует Бог. Он удачу. Мы служим людям. Бог дает друга. Потом через него идет удача. Все тебя бросили, отвернулись от тебя. А друг не бросит. Причем друг не чувствуется, как что-то такое нужное. Вот есть два типа друзей. Есть друзья, которые хочется, к которым приходить хочется. Они такие, как бы, заметные. С ними хочешь поболтать. Скорее всего, через них не будет идти удача. Это называется дружба выходного дня. Дружба наслаждения. Мы наслаждаемся этими людьми. А удача – это не наслаждение. Это нужно для жизни. Есть другие друзья, которых незаметно. Ты им не уделяешь много времени, если ты не мудрый человек. А если ты мудрый, ты видишь, что человек верно к тебе относится. Ты еще что-то долго заботишься о нем, помогаешь ему. И в трудную минуту все отворачиваются. Остается только тот человек, который ты не ожидал, что он включится. А он включился и помог тебе. И потом опять скромно живет рядом. Не сильно что-то хочет от тебя в жизни. Поэтому бескорыстие, чувство собственного достоинства – это очень важная часть нашей жизни. И она определяет вообще нашу будущую жизнь. Если у человека очень густой эгоизм, он в ад идет. Если эгоизм поменьше – средние планеты. Если вообще еще меньше эгоизм – рай. Если чистый эгоизм, бескорыстный, абсолютно бескорыстный, духовная реальность – нет рождения, смерти, старости, болезни. Вечная жизнь. Поэтому цель человеческой жизни – изменить эгоизм, эго. Сделать абсолютно чистым. Что такое святой человек, которого эго повернуто абсолютно на других людей. У вас есть Сан-Франциско, здесь в Америке город. Это святой человек. У него стигмы, как у Христа, возникли на руках. Потому что он направил свое сознание на благо других. Страдания людей на себя взял, как Иисус Христос. И Бог отметил его этими стигмами. Показал, что высшее совершенство человек достиг, высшего совершенства в жизни. Большинство людей работают очень много. Времени уделяют самосохранению в жизни. Но мой духовный учитель, он не работает. У него есть две пары одежды. Он ездит по всему миру. И он планирует поездки за год на самолет. Примерно там 150 тысяч долларов. Примерно международный перелет. Если все сразу оплатить, примерно такая сумма. И у него есть эти деньги. Почему? Потому что ему жертвуют ученики. На всю жизнь ему жертвуют. Постоянно еще храмы строят. Человек не работает. Откуда деньги? Деньги от бескорыстия. Он хочет жить для других. Люди отдают взаимность. Я когда решение принял жить для других людей, я ушел с научной работы на кафедре в институте медицинском. У меня там были друзья очень серьезные, высокопоставленные. Три завкафедры ходила мне в прошлый кружок по эзотерике. И объяснял все, как, чего. Мне было... Я был молодой. Там 25-26 лет. И меня оставляли в научную деятельность. В институте была хорошая карьера. Я все бросил. Пошел на Вазовскую Тургазу, поехал. Еще несколько человек все бросило. С этого момента у меня пропала необходимость думать о деньгах совсем. Это было 28 лет. Я просто хотел жить для людей. И телма была закрыта. У меня не было потребностей в деньгах вообще. Никогда в жизни. Были ситуации такие необычные. Когда один раз в том месте мы ездили в святые места, и просто паломников лечили. По 800 человек за 8 месяцев. По 100 человек в месяц мы лечили людей. Бесплатно абсолютно. Мы зарабатывали в России. Приезжали за 3 месяца. Много очень людей в очередь выстраивались. Помогали людям. Потом ехали и там помогали уже. Бесплатно лечили в святом месте людей. Разок была такая ситуация, что как-то мы не рассчитали. Пожертвований было мало. И у нас деньги кончились. На обратную дорогу в Россию не было деньги на билеты. И даже уже денег не было и оставаться. В какой-то момент мне помощники говорят, у нас не на что кушать. Я говорю, ну что Бог даст. Приходит письмо. В этот день. Там что-то по 70 долларов. И просьба о помощи. Где-то там из Австралии. Помогли. Пожили там и в это время. 30 лет назад в Индии на 80 долларов можно было там неделю жить спокойно. Другие деньги совсем были. Не как сейчас. Потом деньги опять кончились. И опять меня спрашивают, помощники, как будем жить на Патаянии. Пойдем на улицу. Я говорю, да Бог даст. Опять пришел конверт. Третий раз уже. Они уже, что говорят, опять конверт придется? Я говорю, я не знаю. Я их не притягиваю, конверты. И потом пришел ко мне лечиться один мой брат, духовный брат. У нас один духовный учитель. Он очень богат человек. У него заболела мама сильно. Пришел за помощью. Я помог его маме. А он пришел, смотрит все такие хмурые, грустные ходят. Он говорит, что у вас такое? Я говорю, да все нормально у нас. Мои помощники им проболтали, что у нас нет денег. Ни на дорогу, никуда вообще. И он ничего не сказал. Ушел. Потом приходит. Вытаскивает такую пачку 100 долларов купюр. Я таких денег, когда с роду, даже не видел. Вот. И мне дает их. Я говорю, я не возьму. Он говорит, возьмешь. Я говорю, почему? Он говорит, потому что так хочет духовный учитель. Я говорю, ну ладно, раз он хочет, я возьму. Как раз денег хватило и дожить, там и на дорогу, и организовать лекции. Просто привожу вам пример такой, как Бог заботится, дает возможности, силы. и так далее. Я вам привел примеры своей жизни, но у меня есть тысячи примеров из жизни моих друзей, как это все происходит. Что такое удача? Мы говорим об удаче. И вот этот вопрос, как сделать так, чтобы люди тебя узнали, это вопрос сегодняшней темы лекции. Вопрос бескорыстия внутренней. Потому что Бог вдохновляет людей. Вы говорите, я случайно начала слушать лекции. Ничего случайного не бывает. Поверьте мне. Да Бог делает так. Он находит всегда. Ну и поэтому цель человеческой жизни это правильно работа с чувством собственного достоинства. Это коренной, главный вопрос жизни человека. Мы не понимаем закономерности, которые нас порабощают. Рабство означает, судьба тебя захватила за жабры. Ты очень постоянно думаешь о себе, не можешь совплечься. Значит, ты находишься в капкане судьбы. Есть три силы, которые действуют на тебя. Первая сила это блоки, хронические болезни. Тогда аскезы делают. Аскезы тоже бескорыстие. Это действенность из чувства долга. Неподвижное положение, длительное движение, пост. Никому не хочется это делать. Это ты делаешь из чувства долга и так продлеваешь свою жизнь.